Ло Шэнши, обычный 18-летний юноша, столкнулся с необходимостью сдавать вступительные экзамены в колледж, что казалось ему самым худшим событием в его жизни. Его мать разочаровалась в нем и считала неудачником, что привело к тому, что он покинул свой дом и теперь живет один. Однако истина заключалась в том, что на самом деле он не был одинок. Вернувшись домой, Ло окликнул кого-то, указывая на свое прибытие. Он поставил свою сумку на землю и распаковал продукты, которые только что купил. А глядевшись по сторонам, он увидел свою коллекцию фигурек аниме девочек, которых считал своими подружками. Он лелеял их так, как будто они были реальными, хотя в глубине души понимал, что на самом деле он просто одинокий человек. Чувствуя разочарование, лег и обвинил свою мать в своем несчастном положении, полагая, что его жизнь была бы лучше, если бы он не был обременен такими странными ими. Как раз в этот момент зазвонил телефон, и Ло поднял трубку. Вскоре после этого он получил посылку, в которой лежал совершенно новый телефон Pineapple Eleven, который он заказал несколько дней назад. Ло был в восторге от того, что у него наконец появился новый телефон и сразу же начал переносить свои данные на это устройство. Процесс шел медленно, поэтому он заснул во время ожидания. Когда он проснулся, то обнаружил, что находится в совершенно темном месте, освещенном только лучом света и присутствием прекрасной девушки, похожей на фею. Ло не мог поверить в происходящее и понятия не имел, как он там оказался. На следующее утро Ло проснулся и отмахнулся от событий предыдущей ночи, как от плохого сна. Однако, к своему удивлению, обнаружил в своей комнате таинственную девушку. Сбитый с толку, Ло спросил, кто она такая и почему здесь оказалась. Девочка казалась невозмутимой и обращалась к Ло как к своему хозяину, отчего он почувствовал себя неловко. Она тоже не понимала, как оказалась в такой ситуации. Ло вежливо попросил ее покинуть его комнату, и девочка разрыдалась, полагая, что Ло, ее хозяин, хотел заменить ее новым смартфоном, который он купил. Решив, что лучше всего привлечь полицию, Ло начал искать свой старый телефон, но так и не смог найти его. Найди его. Все, что у него было, это новый телефон. Затем он вспомнил свой сон о фее, приснившийся прошлой ночью, и внезапно услышал мелодию звонка, которая исходила от девушки. Ло начал подозревать, что эта девушка может быть его смартфоном, и эта идея показалась ему абсурдной. Он обвинил ее в том, что она украла его телефон, но вместо этого она спросила, не хочет ли он ответить на звонок. Ло ответил, что, конечно же, хочет ответить, и девушка неожиданно поцеловала его в процессе разговора. Он оттолкнул ее, но в самом неожиданном месте на ее теле, отчего между ними возникла невероятная неловкость. Это был его первый поцелуй, и он застал его совершенно врасплох. Когда Ло был помладше, у него было сильное желание стать волшебником. Он мечтал заниматься магией и верил, что, оставаясь детственником в течение 25 лет, он обретет эту способность. Погруженный в свои мысли о своих магических устремлениях, не сразу сообразил, что его мать разговаривает по телефону с этой дамой. Только в этот момент он понял, что девушка в его комнате на самом деле была его телефоном. К его удивлению, девочка услышала голос его матери, и она приняла облик его матери. Она отругала его и настояла на том, чтобы он помог ей осмотреть квартиру рядом с его домом, прежде чем закончить телефонный разговор. Став свидетелем преображения своего телефона, Ло пришел к выводу, что его мечта сбылась, и теперь он обладает какой-то сверхспособностью. Он задался вопросом, заключается ли его способность превращать предметы в девочек, и решил проверить это, взяв одну из своих кукол, надеясь, что она превратится в человека. К сожалению, кукле не удалось трансформироваться, и Ло остался разочарован. Он повернулся к телефону и спросил ее о некоторых файлах на своем компьютере, чтобы подтвердить, что она действительно была его телефоном. Как это неудивительно, она предоставила точную информацию. Сгорая от любопытства, Ло спросил ее имя после того, как они оба сели за стол. Так как до этого она была телефоном, у нее не было имени, и она попросила Ло назвать ей его. Вспомнив о своей любимой героине женского пола из аниме, он назвал ее Ники. Ники была в восторге от того, что наконец-то получила имя, данное ей ее учителем. Лю почувствовал неожиданное счастье в своем сердце. Как только они устроились поудобнее, кто-то попытался открыть дверь. Зная, что это могла быть только его мать, имеющая доступ в квартиру, Лю быстро провел Ники в свой гардероб и велел ей перейти в режим ожидания. Он закрыл шкаф и пошел открывать дверь своей довольно молодой матери. Мать Ло заметила его взволнованный вид и расспросила его об этом. Пытаясь скрыть свое беспокойство, быстро выдумал ложь, утверждая, что одевался и только что проснулся. Однако, почувствовав растущую неловкость, вызвал у матери подозрение. Она понюхала воздух, уловив стойкий аромат девушки. Впав в панику при мысли о том, что его могут поймать, Ло поспешно солгал, приписав этот запах своему стиральному порошку. На него нахлынуло облегчение, когда он понял, что Ники и его скрытая спутница по-прежнему надежно спрятаны. Так оно и было до тех пор, пока он не заметил одну из ее туфель, стоявшую прямо за шкафом, куда он ее спрятал. Отчаявшись избежать какого-либо потенциального обнаружения, Лю краткой попыталась достать туфлю, так как ее присутствие было бы трудно объяснить. К сожалению, его действия не остались незамеченными, и он был пойман с поличным. Поспешно опустившись на колени перед шкафом, спрятал туфлю за спину, сознавая, что вызвал подозрение. Его мать, почувствовав неладное, схватила одну из его любимых кукол и швырнула ее о противоположную стену. Инстинктивно Ло бросился вперед, чтобы поймать и защитить куклу, на мгновение забыв о своем сокровенном секрете. Когда он обернулся, то увидел, что его мать держит туфлю в руках и требует объяснений. Ситуация еще больше обострилась, когда одежда Ники запуталась между дверцей шкафа и входом в комнату, что вынудила мать Ло открыть шкаф и, наконец, обнаружить ее присутствие. Вместо того, чтобы разразиться гневом, она разрыдалась, призывая Ло быть ответственным человеком. Она совершенно неправильно поняла сложившуюся ситуацию. Пытаясь выяснить правду, Ло изо всех сил пытался что-то объяснить, но его мать отказалась слушать. В конце концов, у Ло никогда раньше не было отношений ни с одной девушкой, а теперь он привел домой такую милую девушку, как Ники. Стремясь защитить своего хозяина, Ники умоляла мать Ло, настаивая на том, что она не была похищена вопреки ее первоначальным подозрениям. Обращаясь к Ло как к хозяину, его мать предположила, что Ники использует его, и подумывала отправить его в психиатрическую лечебницу. Быстро поразмыслив, Ло прибегнул к еще одной лжи, утверждая, что Ники была его девушкой, и это объяснение, к удивлению его матери, было принято. Перед тем, как уйти, мать Ло напомнила ему об одном задании, которое она ранее поручила ему относительно их соседки. Вступив в краткую беседу с Ники, она удалилась, но не без того, чтобы швырнуть в своего сына пачку противозачаточных средств, заставив его сильно покраснеть. Чувствуя себя неловко из-за поведения своей матери, Ло выбросил пачку противозачаточных средств подальше, но Ники это заметила. Как ни странно, она подняла ее и попыталась съесть, что побудило Ло быстро вмешаться и отобрать у нее упаковку. Он объяснил, что это было нечто такое, что она не могла употреблять в пищу. Заинтригованная Ники спросила, что это было, но Ло колебался, полагая, что лучше всего скрыть от нее такую информацию. Когда голод скрутил желудок Ло, он понял, что ничего не ел со вчерашнего вечера, и ему нужно было утолить свой голод. Решив приготовить несколько чашек лапши, он вдруг услышал голодные звуки, исходящие из желудка Ники. Озадаченный этим происшествием, поскольку Ники была всего лишь смартфоном, Ло был заинтригован. Охваченный любопытством, Ло спросил Ники, превратилась ли она в человека и безопасно ли ее кормить. Проявив вежливость, он попросил ее открыть рот, чтобы он мог осмотреть его. Ники неохотно подчинилась, и Ло наклонилась к нему, чтобы осмотреть. Хотя и неопытный в общении с девочками, сумел преодолеть свою неловкость и исследовал ее рот, придя к осознанию того, что Ники обладала человеческим телом, полным органов. Это позволило бы ей есть настоящую пищу. Осознав, что это прекрасная возможность, Лю собрал всю купленную им еду и предложил Ники самый широкий выбор блюд. Впечатленная жестом своего хозяина, Ники пришла в восторг. Среди предложенных вариантов Ло предложила вкусные чипсы, но Ники удивила его, выбрав пакет булочек, приготовленных на пару. Оставив Ло, чувствуя себя несколько неловко, так как это был более достойный выбор. Тем не менее, Ло позволил ей побаловать себя, но быстро поправил ее, когда она попыталась проживать саму упаковку, объяснив, нужно открыть его первым номером. Наконец-то у Ники появилась возможность насладиться едой, и она сразу же нашла ее приятной. Обрадованы ее реакцией, Ло посоветовал ей есть столько, сколько она пожелает, заверив, что никаких ограничений не существует. Размышляя о предпочтениях Ники, Ло подумывал о том, чтобы предложить ей немного желе, как вдруг от нее исходил яркий свет, и Ники снова превратилась в смартфон. Ло почувствовал беспокойство, когда Ники снова превратилась в смартфон. Он хотел, чтобы она составила ему компанию, и был полон решимости докопаться до истины, стоящей за этими превращениями. Он вспомнил, что Ники первая преобразилась, когда он очнулся ото сна. Если верить его теории, то эти превращения произошли около полуночи. Посмотрев на время, понял, что приближается полночь, и решил проверить свои силы, отправившись спать. Лежа в постели, Ло понял, что на самом деле он больше не чувствует усталости и не может заснуть. Это создавало проблему, так как ему нужно было выспаться, чтобы проверить свои способности. Он подумывал о том, чтобы выйти на улицу и заняться физическими упражнениями, чтобы утомить себя, но ему не понравилась эта идея. Его внимание переключилось на коробку из папиросной бумаги, в которой он рассматривал другой вид упражнений, но когда он увидел свой смартфон, его интерес изменился, и он передумал. Почувствовав необходимость сделать что-то, чтобы помочь ему заснуть, Ло взял одну из своих кукол и решил спать с ней. Внезапно открыв глаза, он был потрясен, увидев совершенно другую и красивую девушку, называющую его хозяином. На этот раз Ло успешно преобразил что-то, и это было его одеяло. Он быстро проверил время на своем смартфоне, и оказалось, что уже перевалило за полночь, что подтвердило его теорию о том, что превращения произошли примерно в это же время. Девочка спросила Ло, не хочет ли он спать, и предложила помочь ему заснуть. Она обняла его, пытаясь убаюкать, в результате чего Ло почувствовал себя неуверенно, не зная, как реагировать. Девочка, несмотря на свой невинный внешний вид, проявила внутреннюю силу, когда вернулась в постель, готовая ко сну, даже несмотря на то, что Ло еще не был готов. Тем временем Ло сидел на своей кровати, глубоко задумавшись о своей силе. Он чувствовал себя несколько обманутым, так как его сила была ограничена временем, и он не мог использовать ее по своему желанию. Ло намеревался преобразить Никки, но просчитался. Девочка, лежащая на одеяле, проснулась, обнаружила его в слезах и спросила, почему он плачет. Вместо того, чтобы испытывать печаль или негативные эмоции по поводу его слов, она тепло улыбнулась и обняла его сзади, прижимаясь к нему всем телом, отчего он покраснел. Она в очередной раз пригласила его прийти и лечь спать, но Ло быстро отказался. Ей показалось, что теперь ему не нравится ее внешность. Ло объяснил ей, что она превратилась в девочку, и они больше не могут спать вместе. Она вернулась в кровать и просто попросила его прийти и лечь спать. Ло подчинился и забрался в постель. Лежа он подтвердил ей, что у нее еще нет имени. Он решил назвать ее Пекинес, потому что она превратилась в одеяло. Между ними начало возникать чувство родства, и Пекинес упомянула, что это может быть связано с тем, что он не бил ее, как ее мать. Ло объяснила, что она имела в виду процесс складывания и выбивания пыли, который ему было слишком лень делать. Пекин попросила его пообещать, что он никогда не будет бить ее, и он охотно дал это обещание. Вскоре они снова улеглись в постель, и Пекин крепко прижалась к нему. Лю задавался вопросом, как ему удастся заснуть в такой позе, прижав ее тело к своему. Внезапно снова появился свет, и она снова превратилась в одеяло. Лю задался вопросом, почему на этот раз срок был таким коротким, и почему это заставило его чувствовать себя крайне измученным, в результате чего он упал в обморок. Когда он проснулся на рассвете, он все еще крепко вцеплялся в одеяло. Он пошел в ванную и стал размышлять о том, что произойдет, если пробьет полночь, пока он там будет находиться. Он понял, что его правая рука является спусковым крючком для его силы, и, похоже, это не действует ни на какую другую часть его тела. Он задался вопросом, оказывает ли это какое-либо влияние на живые существа. Готовя себе завтрак, он сел за стол и заметил, что в соседней квартире, которая долгое время пустовала, теперь очень шумно. Внезапно он вспомнил о задании, которое дала ему мать, о котором он совершенно забыл. Он оставил свою еду и вышел на улицу, чтобы разобраться в ситуации. Там он увидел группу грузчиков и поздоровался с ними, прежде чем вернуться обратно в дом. Он никак не ожидал, что по соседству появится новый жилец. Вскоре после этого Лю услышал какой-то шум внутри своего дома, и перед ним появилась кошка. Он нежно погладил кошек и удивился, откуда они взялись. К нему подошел старшеклассник, разыскивая кошку по кличке Кофи. Она извинилась за вторжение кота и объяснила, что они только что переехали, в результате чего по утрам царил некоторый хаос. Она была новой квартиранткой, которая недавно переехала сюда. Торопясь попасть в школу, она умоляла Ло позаботиться о ее кошке, на что он согласился. Выразив свою благодарность, она поблагодарила его перед тем, как поспешить в школу. Ло почувствовал себя очень взволнованным, так как ему всегда хотелось быть человеком, у которого есть кошка. Ло выбрал плюшевую кошку, чтобы выпить кофе и поиграть с ней. Кофи проявил огромную любовь к плюшевой кошке, безостановочно обнимая ее и играя с ней. Вскоре Ло объявил, что пришло время ужина, и кофе с жадностью набросился на свою еду. Он казался совсем голодным и, поев, дочисто вылизал свои лапы. Ло нашел действия кофе невероятно милыми и с увлечением наблюдал за ними. Внезапно кофе начал вести себя странно, и Ло понял, что ему нужно воспользоваться ящиком для мусора. Он снабдил его коробкой для кофе, представив себе, как такая очаровательная кошка может производить что-то настолько вонючее, он быстро избавился от отходов. Забота о домашнем животном оказалась утомительной, и Ло постепенно почувствовал, как его энергия иссякает. Он задумался над тем, может ли его сила преображать и живых существ таким же образом. Идея завести девочку-кошку, особенно одетую в униформу горничной, показалась ему привлекательной. Он решил попробовать и спланировать превращение кофе в девушку в полночь. Ло поставил свой будильник на 11 часов 59 минут вечера, с нетерпением предвкушая это превращение. Однако недоумевал, почему девочка до сих пор не вернулась, учитывая, что было уже поздно. Когда зазвонил будильник, он позвал к себе кофе, чтобы начать трансформацию. Когда кофе добрался до Ло, он поскользнулся и споткнулся о плюшевую кошку, отчего-то отлетела в сторону. Пытаясь поймать плюшевую кошку, Ло инстинктивно прикоснулся к ней правой рукой, отчего она тут же превратилась в девочку. Девочка-кошка в комплекте с хвостом выразила благодарность Ло за то, что он позволил им остаться в его доме. Она заметила, что Ло постоянно смотрит на ее хвост, поэтому спросила его, смотрит ли он на ее хвост. Ло не мог поверить своим глазам, когда осторожно прикоснулся к своей щеке, чтобы убедиться, что девушка стоящая перед ним настоящая. К его изумлению, она начала издавать милые звуки, и он не смог удержаться от улыбки. Нежно погладив ее по голове, похвалил ее, назвав хорошей девочкой. В нем вспыхнуло любопытство, и он задался вопросом, как же ему следует ее называть. Девочка с застенчивой улыбкой сообщила, что ее зовут Мимя, точно так же, как и девушку по соседству, с которой он познакомился накануне. Взгляд Ло был прикован к очаровательным висячим ушкам Миме, и он не смог удержаться от желания прикоснуться к ним. Нервничая, он спросил, можно ли это сделать. Миме радостно кивнула и заверила его, что ей очень нравится, когда ее гладят. Ободренный ее ответом, Ло осторожно протянул руку и дотронулся до ее ушей. Он решил исследовать их дальше и осторожно потянулся к ее хвосту. Однако в тот момент, когда он прикоснулся к нему, Миме внезапно вскрикнула и крепко прижалась к Ло. Со слезами на глазах она объяснила, что ее хвост очень чувствительный и к нему нельзя прикасаться таким образом. Ло быстро все понял и извинился за свою ошибку, заверив Миме, что он не хотел причинить ей боль. Внезапно из живота Миме послышались урчащие звуки, свидетельствующие о том, что она проголодалась. Встревоженный, Ло спросил, не голодна ли она. Полной решимости помочь, приготовил для нее стакан молока и немного еды, убеждая ее поесть. Поначалу Миме казалась нерешительной, неуверенной в том, как подойти к еде. Но потом, как игривая кошка, она начала лакать молоко. Такое поведение озадачило Ло, и он мягко остановил ее, напомнив, что теперь она человек и должна питаться, как подобает человеку. Желая наставить ее на путь истинный, Ло посадил Миме к себе на колени и начал учить ее правильно питаться. Однако их урок был прерван, когда Миме случайно поранила палец, и на ее глаза навернулись слезы. Быстро среагировав, Ло попытался утешить ее. Он нежно взял ее травмированный палец и нежно поцеловал, надеясь облегчить ее боль. Миме почувствовала себя странно, когда Ло пососал ее палец, но он быстро исправил это, наложив на него повязку. После этого Ло устал и лег на свою кровать. Тем временем Миме начала играть с кошкой, и вместе они устроили большой беспорядок в квартире Ло. Когда Ло заметил, что кошка пытается уничтожить его компьютер, он сразу же поймал и Миме, и кошку. Он напомнил Миме, что теперь она говорящая кошка, и попросил ее объяснить, что происходит. Миме старалась быть милой, но Ло сказал ей, что на него это не подействует. Пока они разговаривали, кошке удалось вырваться и забраться на стол Ло, бросив на него злобный взгляд. В довершение всего кот завладел одной из любимых фигурок Ло и бросил ее. Ло быстро подпрыгнул, чтобы поймать ее. Но кошка прыгнула ему на лицо, причинив некоторую боль. Ло был сильно ранен. Но потом Миме разволновалась и сказала ему, что ее хозяин вернулся. Ло тут же встал с места. Он напомнил Миме, что теперь она находится в своем человеческом облике, и что он справится с ситуацией, чтобы избежать осложнений. Ло открыл дверь, и внезапно соседская девочка упала ему в объятия. Когда девочка поделилась с ним своей усталостью от того, что весь день ухаживала за своей больной подругой, она споткнулась и упала. Тио, беспокоясь за ее самочувствие, посоветовал ей быть осторожной и не обродить по ночам. Однако ее замечание о том, что он ведет себя так, словно это ее отец, застало его врасплох, заставив немного занервничать. Заинтересовавшись пропавшей кошкой, девочка спросила Ло о ее местонахождении и о том, может ли она забрать ее прямо сейчас. Как раз в этот момент мы выпили кофе. Кот вышел из комнаты, и чувство облегчения нахлынуло на Ло, когда девочка счастливо воссоединилась со своим кошачьим компаньоном. Желая предложить ей что-то большее, Ло спросил, не хотела бы она оставить себе игрушку для поддельного кота. К его удивлению, она отказалась, сказав, что он может выбросить ее, если захочет. С этими словами она попрощалась и вышла из комнаты. Охваченный приливом эмоций, Ло вернулся в свою комнату, где обнаружил Миме в плачевном состоянии. Не колеблясь ни секунды, он протянул руку и крепко обнял ее. Миме выразила ему свою благодарность за заботу. Но затем она открыла ему душераздирающую правду. Она постепенно теряла свою энергию. И вот прямо вот так, на глазах у Ло, Миме снова превратилась в игрушку. Охваченный глубоким чувством беспомощности, Ло столкнулся с осознанием того, что когда владелец больше не дрожит каким-либо предметом, он в конце концов исчезнет. Слезы текли по его лицу, когда он оплакивал потерю своего дорогого товарища, чувствуя, как тяжесть их связей ускользает. Лио просыпается, но не обнаруживает в комнате никого, кроме него. Утренний восход солнца активизирует его, и он тут же хватает блокнот и начинает записывать все известные ему правила, касающиеся его странной сверхспособности. Он пишет много правил, как будто существуют ограничения по времени, которого он еще не знает, и предмет исчезнет, если хозяин больше не захочет этого. Ло решает, что вернет Нике первый, потому что он еще не был готов встретиться лицом к лицу с Миме, так что Нике была бы лучшей вариант выбора. Он терпеливо ждет полуночи, и когда часы бьют, он прикасается к своему старому смартфону, и вспышкой света он вызывает Нике обратно, который тут же хватается за него. Нике была счастлива как никогда после того, как снова увидела своего хозяина. Она сидит у Ло на животе, и он пытается объяснить ей, что она должна уйти в отставку. После успешного вызова Нике Ло идет пописать, но Нике следует за ним в ванную и спрашивает, не нужно ли ему, чтобы она что-нибудь для него сделала. Ло нервно отказывается и говорит ей, чтобы она была осторожна. Она соглашается и снова называет его хозяином. Ло говорит ей, что она не может все время называть его хозяином, и что нужно что-то изменить, потому что он хочет пойти с ней на свидание. Сбитая с толку, Нике спрашивает Ло, что такое свидание. И взволнованный Ло объясняет, что свидание – это то, что происходит между двумя людьми, которые они живут рядом друг с другом, и они оба могли бы пойти на свидание вместе. Нике приходит в восторг и говорит, что хотела бы пойти на свидание с Ло, и у Ло сразу же появляется идея. Он приказывает ей отныне называть его братом. Нике соглашается и называет Ло братом, и Ло чувствует себя хорошо по этому поводу. Ло взял Нике с собой на свидание, и им очень понравилось. Ло купил Нике воздушный шарик, когда она этого потребовала. Нике вдруг заметила что-то вдалеке и спросила Ло, что это такое. Ло заметил, что это магазин тофу, и ему стало плохо даже от одной мысли об этом. Ло предложил им съесть что-нибудь другое, и Нике согласилась, потому что она съест все, что пожелает ее хозяин. Они оба продолжали наслаждаться проведенным днем, и Ло был чрезвычайно счастлив, что наконец-то встречается с красивой девушкой. Внезапно к ним обоим подошла девушка. Она сразу же похвалила их обоих, и было очевидно, что она пытается что-то продать Ло. У нее была шкатулка с драгоценностями, и Нике заметила эту шкатулку, и когда она увидела много блестящих украшений, ей захотелось иметь одно из них. Ло подумала, что у девочек нежное сердце к драгоценностям и блестящим предметам, а Нике сейчас совсем как девочка, так что это нормально. Ло решил, что купит кольцо для Нике, и спросил девушку-продавца, сколько стоит одно кольцо. Девочка так ждала этого идеального момента. Она объяснила Ло, что кольцо довольно дорогое, 250 долларов, но она готова снизить цену, потому что они прекрасная супружеская пара. Ло знал, что она явно лжет и пытается выманить у него деньги. Нике взяла одно кольцо и попробовала его надеть. Она спросила Ло, хорошо ли оно смотрится, и Ло сказал, что она хорошо выглядит. Однако продавщица объяснила ей, что она носит его не на том пальце, потому что кольцо, которое она носит, используется при вступлении в брак. Это сразу же заставило Ло покраснеть, потому что мысль о том, что он женится на такой красивой девушке, как Нике, была для него невыносимой. Ло решил, что купит одно кольцо, и в тот момент, когда он отдал деньги этой девушке, она бесследно сбежала. Все произошло так быстро, что Ло не успел понять, что происходит, и тогда Нике напомнила ему, что девушка не вернула Ло его деньги. После этого Ло понял, что его обманули, и девушка убежала. Они оба пытались преследовать ее, но им ужасно не удалось найти даже ее следа, но к тому времени, как они устали и остановились, они оказались в совершенно незнакомом месте. Нике расспрашивает Ло об их происхождении. Ло быстро меняет тему разговора и говорит ей, что они уезжают. Но вдруг Нике замечает кого-то, кого она знает по дому Ло. Она рассказывает об этом Ло, и когда он оглядывается вокруг, он видит своих маму и папу на публике, и это сразу же заставляет его нервничать. Потому что он не хочет, чтобы его родители видели, что он привел девушку с собой в такое вот место. Он тут же хватает Нике за руку и бросается куда-нибудь прятаться. Они оба прячутся в гостиничном номере, чтобы родители Ло их не видели. Затем Ло идет навстречу администратору и спрашивает, есть ли свободные два номера. Администратор понимает ситуацию и говорит ему, что осталась только одна свободная комната. И не имея другого выбора, Ло соглашается занять ее, но он не понимает, что происходит. Ло и Нике заходят в лифт, и Ло немного скептически относится ко всей этой ситуации. Наконец-то они добираются до своего номера. Ло открывает дверь, и то, что он видит, шокирует его. Он видит, что вся комната украшена романтическими вещами и имеет кровать в форме сердца. Это была комната, специально предназначенная для супружеской пары. Нике сразу же полюбила эту комнату и бросилась к кровати. Ло почувствовал себя застенчивым и смущенным сразу же после того, как увидел эту комнату. Он не мог поверить, что находится в такой комнате с красивой девушкой. Нике заметила, что у него покраснело лицо, и спросила, что с ним не так. Ло сказал ей, что беспокоится ни о чем, и что он просто вспотел. Ло нервно включает кондиционер, а затем Нике предлагает ему принять душ, если ему жарко. Нике указывает на прозрачную ванную комнату, и Ло чувствует себя еще более неловко в виде ее прозрачности. Ло почувствовал себя неловко из-за того, что принимал душ на глазах у Нике. Он сказал ей, что примет душ, как только вернется домой, и не хочет принимать душ в отеле. Нике отнеслась к этому скептически, потому что в то время Ло вел себя совсем не так. Ло понимает, что она имела в виду, потому что она была его смартфоном и видела его все время, в том числе, когда он был в ванной или когда плакал после просмотра этого фильма. По сути дела, Ло знал, что у него нет никакой личной жизни, и ему было неловко из-за этого, но Нике пообещала ему, что никому не расскажет его секретов. Они оба легли на кровать и стали чего-то ждать. Внезапно Нике заговорила. Вике говорит Ло, что она хочет быть с ним единственной, а он хочет, чтобы ее брат был с ней исключительным человеком. Услышав это, Ло почувствовал себя застенчивым, ему показалось, что Нике испытывает к ней какие-то сильные чувства. Затем Нике шокировала его еще больше, сказав, что хочет, чтобы он поцеловал ее, и она медленно двинулась вперед, чтобы получить поцелуй. Ло нервничал и вспотел, потому что понятия не имел, что ему следует делать. Они оба прижимаются друг к другу, чтобы поцеловаться, но внезапно время подходит к концу, и Нике говорит об этом Ло. После внезапной вспышки света Нике снова превращается в смартфон, и Ло снова остается один. После того, как Нике снова превращается, Ло возвращается к секретарше, чтобы сказать ей, что он хочет выписаться. Но секретарша приходит в замешательство и спрашивает, где девушка, с которой он пришел. Так оно и есть. Этот вопрос заставил Ло занервничать, и он в шутку сказал, что секретарша поверила бы ему, если бы он сказал, что девушка преобразилась. Ло попытался справиться с ситуацией, сказав, что девушка уже ушла, но секретарша не была убеждена, потому что он сидел там все это время и не видел ее. Я не видел, как она приближалась. Ло каким-то образом удалось выкрутиться из этой ситуации, и он поклялся никогда больше не возвращаться в подобное место. Ло вернулся к себе домой и начал записывать все полученные результаты. Он экспериментировал со своей силой над различными вещами и пришел к выводу, что его сила не действует на природные вещи, такие как вода. А также он не может трансформировать предметы, если его рука покрыта бинтами. Позже, когда Ло просматривал страницы интернета, он наткнулся на одно сообщение. Судя по всему, это сообщение было создано той же девушкой, которая вчера продала кольцо Ло. И в этом посте девушка упомянула, что вчера она по ошибке продала важное кольцо случайному мужчине в одиночку, и теперь она хочет найти этого мужчину. Она поделилась подробностями, в частности тем, что этот мужчина был выше 170 сантиметров ростом, красив и одинок. Ло не понял, почему она упомянула, что он был один, потому что, если он правильно помнит, в то время он был с Никки. По правде говоря, Ло вернулся в то же самое место, и через некоторое время он наконец нашел ту же девушку из подвала, и она сразу же заметила его. Она потребовала кольцо, и Ло немедленно вернул его. После того, как она вернула кольцо, Ло попросил ее о продолжении. Он спросил ее, уверена ли она, что вчера он был один. Девочка подтвердила, что вчера он действительно был один, и она все правильно помнит. Для Ло это стало шокирующим открытием, и теперь его сомнения усилились еще больше, чем когда-либо. Он помчался в тот же отель, где они с Никки проводили свое время. Он встретился с администратором и попросил его показать записи с камер видеонаблюдения, потому что, возможно, он забыл здесь свой багаж. Секретарша так и сделала, и на кадрах было отчетливо видно, что Ло был совершенно один, и что кроме него здесь больше никого не было. Затем Ло спросил его, видел ли он вчера с ним девушку, и секретарша отказалась, потому что он помнил, что Ло был совершенно один, и такой странный вопрос это его немного разозлило. Ло проявил свой гнев и решил больше не задавать ему никаких вопросов, потому что это могло бы разозлить его еще больше. Он вернулся домой, принял душ и задумался о том, что же происходит. Ему показалось, что все воспоминания об этой девушке исчезли сразу же, как только она исчезла, но это никак не повлияло на Ло. Затем он попытался схватить свое нижнее белье, и вдруг появился свет, и он случайно превратил свое нижнее белье в другую девушку. Как только Ло вышвырнул девушку из своей ванной, она тут же снова появилась перед ним. Однако Ло был полностью обнажен, что заставило его почувствовать себя невероятно смущенным и беззащитным. Девушка рассмеялась над его затруднительным положением и подразнивая сказала ему, что она уже видела его интимные места раньше. Чувствуя себя униженным, Ло поспешно выпроводил ее из ванной комнаты. После этого Ло завернулся в полотенце и вышел из ванной. Он заметил, что девушка стоит на балконе и пристально на что-то смотрит. Он подошел к ней и спросил, что она делает. К его удивлению, девочка спросила Ло, каково это выйти на улицу. Этот вопрос показался Ло странным, но он терпеливо выслушал, как девочка начала делиться своими проблемами. Она объяснила, что ей никогда не удавалось познакомиться с внешним миром поближе, потому что она всегда была спрятана под другой одеждой или заперта в штанах Ло. Она выразила глубокое желание увидеть потусторонний мир и спросила, позволит ли Ло ей побыть снаружи, пусть даже ненадолго, просто для того, чтобы подышить и свежим воздухом. Ло не мог не представить себе сценарий, в котором он открыто демонстрировал бы окружающим свое нижнее белье, и эта мысль была одновременно тревожной и навязчивой. Ло отклонил ее просьбу, заявив, что она была всего лишь нижним бельем, и он не мог допустить, чтобы подобное произошло. Однако девочка так легко не сдалась. Она настойчиво умоляла о своей свободе, настаивая на том, чтобы ей дали шанс, даже если это было всего на одно мгновение. Столкнувшись с ее постоянными просьбами, Ло в конце концов согласился, хотя и с чувством неловкости. Лицо девушки озарилось радостью, когда она услышала согласие Ло, и она импульсивно поцеловала его в щеку, заставив его покраснеть от застенчивости. При исполненной решимости она взяла Ло за руку, желая вывести его на улицу. В то время как девочка была переполнена волнением, Ло не мог не нервничать, понимая, что на нем почти ничего не надето. Девочка вывела Ло на улицу, и ей не терпелось побывать во внешнем мире. Ло немного нервничал, но он справился с собой. Она напомнила ему, что Ло обычно очень быстр, и сейчас ему следует сохранять прежнюю энергию. Ло изо всех сил старался не отставать от энергичной девушки, и тут он вдруг вспомнил, что до сих пор не дал ей имени. Он придумал ей имя и придумал серое, которое очень похоже на ее внешность. Он спокойно спросил ее, подходит ли ей имя Грей, и девочка ответила, что ей все равно, потому что имя — это всего лишь имя, и оно не имеет значения. Тогда Ло решил, что отныне он будет называть ее Грей. Грей заметил торговый автомат и спросил Ло, что это такое. Ло объяснил, что это торговый автомат, который используется для продажи напитков. Затем он спросил ее, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Грей поначалу колебалась, так как пить ей было неинтересно, но Ло все равно купила две порции выпивки. Затем они оба сели на скамейку под фонарем и начали пить. Они оба чувствовали себя умиротворенными и наслаждались жизнью, и тут вдруг Грей его о чем-то спросил. Она сказала Ло, что ей очень нравится окружающий мир, и она хотела бы провести всю ночь на свежем воздухе. Ло сразу же отклонил ее просьбу, потому что, по его словам, это было бессмысленно, так как ночью могло похолодать и они могли заболеть. И все же Грей не хотела ничего слышать, и она настойчиво пыталась убедить Ло в этом. Но что касается Ло, то даже о том, чтобы он мог оказаться на улице в нижнем белье, не могло быть и речи. И он постоянно отказывал ей в этой просьбе. На следующее утро какие-то люди нашли Ло спящим на скамейке, обнимая нижнее белье. Они спросили Ло, почему он спит вот так на улице, и Ло сразу же понял, что произошло, и почувствовал себя неловко. Ло вернулся к себе домой и начал читать комиксы, чтобы скоротать время. Читая, он все еще думал о своей особой сверхспособности, но не был уверен, насколько она полезна, потому что до сих пор не использовал ее ни для чего хорошего. Он подумал, что скоро его сила может быть повышена, и он сможет призывать роботов и девушек в матросской форме. Мысль о том, чтобы повысить свою силу, была для него очень волнующей. Но потом Ло понимает, что для вызова таких девушек может потребоваться огромное количество его силы, а это действительно непростая сверхспособность. Внезапно Ло услышал какой-то шум за своим окном. Выглянув наружу, он увидел двух подозрительных мужчин, окруживших машину, и Ло подумал, что они, возможно, планируют что-то предпринять, так что ему нужно спуститься вниз. Оба они были ворами, и они планировали открыть машину силой. Ло спускается вниз и внимательно начинает наблюдать за тем, что делают оба вора. После этого он достал свой смартфон. Но потом он понял, что, возможно, уже слишком поздно звонить в полицию, так что он должен что-то предпринять самостоятельно. Тут ему в голову приходит одна идея, и он выбрасывает свой смартфон подальше. После этого смартфон тут же превращается в Ники, и она падает на одного из воров. Позже полиция арестовывает обоих воров. Ло возвращается и видит новости об их аресте в интернете, где один из воров рассказывает репортеру, что смартфон превратился в девочку и упал на него. Но никто не верит в их утверждение. Ло почувствовал, что ему наконец-то удалось поработать над едой с помощью своей сверхспособности, и его гордость возросла еще больше. Затем Ники спросила его, может ли она снять с себя одежду, но Ло сразу же отказалась, заявив, что она девочка, а девочка не может так легко снять с себя одежду. Ники попыталась объяснить, что сейчас слишком жарко, и он также спросил Ло, есть ли у нее одежда, которая могла бы ее охладить. Когда Ло изучала женскую моду, Ло понял ее и спросил, не хочет ли она поплавать. Ло и Ники пришли на пляж, готовые насладиться купанием. Лицо Ники озарилось счастьем, когда она увидела большую толпу собравшихся там людей. Как раз в этот момент к ним подошла таинственная женщина и предложила продать им купальники. Заинтригованные Ло и Ники последовали за ней в ее магазин, где она начала демонстрировать различные варианты купальников. Ло и Ники посмотрели на купальники, но Ло почувствовал, что они слишком откровенны на его вкус. Он предпочел бы что-нибудь более скромное и нормальное. Затем женщина из подвала подарила им несколько старомодных купальников, но лющел их слишком устаревшими и подходящими для пожилых людей. Однако в конце концов он наткнулся на купальник, который идеально подходил Ники. В нем был соблюден баланс между тем, чтобы быть не слишком смелым и не слишком старомодным. Решив купить купальник для Ники, Ло посоветовал ей примерить его. Когда Ники переоделась в купальник, Ло не смог сдержать прилива возбуждения, в результате чего у нее пошла кровь из носа. Он не мог отрицать, как мило Ники выглядела в купальнике, и Ники с радостью приняла его комплимент. Надев купальники, они были готовы прыгнуть в воду и весело провести время. Однако их планы были прерваны внезапным появлением таинственной девушки, которая стояла перед ними, кипя от гнева. Она назвала Ло бесердечным сопляком, в результате чего и Ло и Ники были застигнуты врасплох и сбиты с толку. Затем Ло внезапно узнал в этой девушке Син Сиалань. Зин разозлилась из-за того, что Ло так быстро забыла о ней, но Ло сразу же узнала в ней свою подругу детства. Зин немного разозлилась и позавидовала тому, что у Ло появилась подружка. Она прямо обратилась к нему с вопросом, почему у него есть подружка помладше, которая называет себя своим братом, и когда она призналась ему в этом, он отверг ее. Ло понятия не имел, о чем она говорит, но тут внезапно перед его глазами вспыхнули воспоминания из прошлого. И он вспомнил, как они с Сином часто проводили много времени вместе, когда были помоложе. И вот однажды Зин призналась ему, что собирается выйти за него замуж. Но Ло отверг ее, заявив, что она всего лишь его сестра. Ло защищал себя, говоря, что в то время они были всего лишь детьми и еще не повзрослели. Затем Зин представилась Ники, и они оба очень быстро подружились. Зин сказала Ники, что она всегда может сказать ей, если Ло когда-нибудь будет издеваться над ней, но Ники заверила его, что Ло хороший парень и никогда не будет ее запугивать. Зин не мог понять, почему Ники так сильно уважает таких парней, как Ло, и вдруг туда приехала ее подруга и начала ей звонить. Прежде чем она смогла уйти, она предупредила Ло, что если он когда-нибудь попытается причинить боль Ники, она ему этого не простит. Предупредив Ло, она ушла. Позже Ники рассказала Ло, как он популярен у девочек, и у нее тоже появилось желание чего-нибудь добиться. Затем Ло спросила ее, не хочет ли она стать ее девушкой, и Ники сказала ему, что хотела бы этого от всего сердца, но не смогла. И после этих слов она преобразилась, снова уткнувшись в смартфон, я оставил Ло в покое. Ло пообещал, что будет ее ждать. На следующий день, когда Ло спал, у него зазвонил телефон, это ему звонила мама. Когда Ло поднял трубку, мать набросилась на него за то, что он сонный и ленивый. Она напомнила ему, что ей нужна его помощь, и он должен немедленно приехать сюда. Ло нервно взял себя в руки и направился прямо навстречу своей матери. Матери Ло понадобилась помощь с машиной, и Ло начал осматривать машину. Он спросил свою мать, почему она меняет свою машину, ведь нынешняя машина была ее любимой. Его мать объяснила, что от ее машины больше нет никакой пользы, и она не работает. Ло изучил возможные проблемы с машиной, а также спросил свою мать, почему у нее до сих пор нет новых запасных частей для копья. Мать разозлилась и сказала ему, что она уже побывала во многих ремонтных центрах, но никто не согласился починить машину, так как сейчас она не подлежит ремонту, и именно поэтому она вот. Ло понял, в чем заключается сложившаяся ситуация и как он должен преодолеть эту проблему. Он сразу же попросил свою маму пойти отдохнуть, а сам позаботиться о том, чтобы ситуация сложилась здесь. После того, как его мать уехала, Ло решил рискнуть и поэтому применил свою сверхспособность к машине и превратил ее в девочку. Девушка из машины вызвала к себе девушку, и она сразу же узнала в Ло идиота сына своего хозяина. Ло почувствовал себя неловко, но в то же время он был рад, что его сила сработала. Он также заметил, что у девушки из машины не в порядке голос, и это могло быть результатом ее плохого состояния. Затем он дал ей попить воды, объяснив, что в человеческом облике она не может пить бензин, поэтому ей следует перейти на воду. Девочка выпила воды, закашлялась кровью и некоторыми деталями машины. Лео с самого начала думал, что именно в этом и заключалась ее проблема. Девочка упомянула, что сейчас она чувствует себя намного лучше, и поблагодарила Ло за помощь, и Лео тоже был рад, что смог ей помочь. Затем девочка шокировала Ло, предложив ему сесть к ней на колени. Лео сразу же отклонил ее предложение, потому что она не была в форме автомобиля и не была аморальна, а теперь была человеком. Девочка-автомобиль стала относиться к этому скептически и подумала, что Лео ненавидит ее из-за ее возраста, но Лео развеял ее сомнения в том, что это не так. Затем девочка спросила его, имеет ли он какое-либо представление о том, как долго она находится в его семье, и Лео начал вспоминать, что это около 14 лет. Потому что ему было всего 4 года, когда его семья купила эту машину. Девочка согласилась и напомнила ему, что через несколько месяцев ей исполнится 15 лет, и тогда ее отправят на слом. Что несправедливо, так как она верой и правдой служила его семье, но ее ждет конец, поэтому у нее есть к нему просьба. Ло спросила его, в чем заключается эта просьба, и девочка объяснила, что хочет, чтобы Ло поиграл с ней перед тем, как она умрет. Ло нервничал, потому что у него были новые водительские права, но он не был уверен в своих навыках вождения и опасался какой-нибудь аварии. Ло нуждался в помощи, поэтому он включил свой смартфон и спросил Ники, там ли она, утвердила это. Затем Ло попросил ее проверить годность автомобиля, и через некоторое время Ло радостно объяснил продавщице машины, что новые правила гласят, что автомобиль можно сохранить даже через 15 лет, если не проводить техническое обслуживание. Это правильно, и девочка была счастлива, услышав это. Ло даже сказал ей, что при необходимости он даже может преобразить ее, и девочка поблагодарила его за помощь, но продолжала называть его сыном-идиотом. Внезапно Ло что-то почувствовал и начал терять сознание, и в следующий раз, когда он открыл глаза, он все еще был в гараже. Но в тот момент, когда он открыл глаза, он все еще был в гараже. Девочка снова превратилась в машину, и вдруг туда приехала его мама. И она разозлилась, когда обнаружила, что он ленится, но Ло объяснил, что он уже починил ее машину, и его мама не могла поверить, что ее сын-идиот способен на такое. Затем Ло спросил ее, собирается ли она покупать машину, почему бы ей не отдать ему старую, чтобы он мог улучшить свои навыки вождения, и у его мамы не было с этим никаких проблем. И она согласилась, заявив, что все в порядке, особенно если теперь у ее сына есть девушка, и это сразу же шокировало ее. Ло, и он спросил ее, помнит ли она Ники. Мама Ло разозлилась, потому что ей показалось, что Ло сомневается в ее памяти, и она сердито ответила, что все помнит правильно. Ло попытался успокоить ее, сказав, что приведет с собой свою подругу, когда в следующий раз приедет на встречу с бабушкой и дедушкой. Сказав это, Ло сел в машину и уехал. Сидя в машине, он начал задаваться вопросом, почему некоторые люди не помнят Ники, а его мать помнит. В чем же может быть причина такой ситуации, может быть его мать состоит с ним в кровном родстве, и она тоже могла почувствовать эффект высокой сверхспособности. У них было много сомнений, но ответов на них не было. Внезапно он остановил свою машину, когда что-то заметил. Он вышел из машины и показал милую маленькую кошечку, одинокую и брошенную вместе с мусором. Ло заметил, что кошка ранена, и кто-то, вероятно, бросил кошку, так что кто-то другой заберет ее. Он заметил еще одну вещь. Эта кошка была очень похожа на миме, и это не могло быть простым совпадением. Ло в конце концов принял решение усыновить кошку и забрать ее к себе. Позже он вернулся домой вместе с кошкой и наложил повязки на ее раны. Постепенно кошка влилась в жизнь Ло и стала очень близка с другими людьми. Однажды Ло спросил Ники, не хотела бы она пойти с ним купить что-нибудь в супермаркете, но Ники отказалась, потому что не хотела оставлять миме одну, так как она могла испугаться. Потом Ло заметил, что принцесса тоже очень дружелюбна с миме, и почувствовал легкую зависть к тому, что кошке уделяется все внимание. Позже, когда Ло Ву проверял свой компьютер, он понял, что ему нужно проверить результаты экзамена. Эта мысль заставила его забеспокоиться и встревожиться. Внезапно кошка прыгнула к нему и разорвала повязку на руке, в результате чего Ло случайно превратил свою мышь в девочку. Мышь превратилась в девочку, и внезапно девочка оттолкнула Ло ногой, когда он попытался прижать ее к себе. Она вела себя совсем не так дружелюбно, как другие девочки, которых он вызвал, и Ло сразу же осознал совершенную им ошибку, но теперь ему пришлось с этим смириться. Первое, о чем подумал Ло, это назвать новенькую девочку по имени, но девочка не интересовалась именем и говорила на другом языке. Ло не слишком напрягал свои мозги и решил назвать ее мышкой. Он предложил ей помочь ему увидеть саму себя, но она понятия не имела, как можно увидеть собственную внешность. Ло хотел, чтобы она встала из-за стола, поэтому он сказал ей проверить свою внешность, посмотрев в зеркало, которое находится внутри шкафа. Девочка хотела посмотреть, как она выглядит, поэтому она встала и направилась к шкафу. И в этот момент Ло вспомнил, что ему все еще нужно проверить результат экзамена, который он может сделать без помощи мыши. Он начал задаваться вопросом, что же ему теперь делать, но потом понял, что Ники способна позвонить кому-нибудь даже в своем человеческом обличье. Так что есть шанс, что мышонок все равно сможет выполнить эту задачу. Он застал мышку за тем, что она пыталась приподнять свою одежду перед зеркалом и сразу же остановил ее, сказав, что она не может делать этого в присутствии мальчика. А мышка подразнила его за его реакцию. Затем Ло начала анализировать свою маленькую человеческую внешность и начала думать, сможет ли она выполнить требуемую задачу. Затем она начала волноваться и спрашивать Ло, действительно ли он лалекун, и ее внешний вид взволновал его. Ло объяснил ей, что ничего подобного не существует, но ему все равно нужна ее помощь, потому что он хочет проверить результаты своего экзамена. Мышка тогда напомнила ему, что она очень устала из-за того, что Ло постоянно давит на нее во время видеоигр. Она согласилась помочь ему, но с одним условием. Прежде чем она ему поможет, он сделает ей массаж. Ло почувствовал себя неловко при одной мысли о массаже. Мышка все еще была настойчива, требуя передать сообщение, сказав, что она так много ему помогла, и теперь настала его очередь отплатить. Ло попытался объяснить ей, что у него нет никаких проблем с тем, чтобы сделать ей массаж. Но дело просто в том, что мальчики и девочки не должны находиться так близко друг к другу, и это будет вполне уместно. Мышонок полностью проигнорировал его логику и назвал извращенцем за его образ мыслей. Лю понял, что это безнадежные случаи, и что он должен выполнить эту просьбу. Он не был уверен в правильности своей техники массажа, потому что ему доводилось делать массаж только своим бабушке, дедушке и матери, и он не знал, правильно ли его техника. Затем мышка легла, и Ло начал делать ей массаж. Он начал с того, что осторожно надавил на тело мышки, но вдруг случайно дотронулся до ее ноги, отчего она вскрикнула. Она тут же сказала ему, чтобы он не прикасался к ней в таком месте, и что это извращенное поведение. Весь сеанс массажа прошел неловко, так как Ло постоянно пытался дотронуться до мышки в неподходящих местах, чтобы подразнить ее. И вот, наконец, через некоторое время Ло сел, чтобы проверить свой результат. Мышка попросила его использовать ее голову в качестве мыши, и тогда он сможет проверить результат. Ло сделал так, как она просила, и он очень нервничал по этому поводу. Он проверил свой результат и увидел, что сдал экзамен. Он сразу же залился счастьем, так как теперь ему не придется повторять оценку, и его мама не будет сердиться на него. Мышонок так и не смог понять, почему Ло празднует победу, если он прошел с таким небольшим отрывом. Перед Ло стояла очень важная задача, которую он должен был выполнить – домашнее задание на лето. Ему было страшно, но он все равно сел за учебу. Через некоторое время у него начала болеть голова, так как он больше не мог делать домашнее задание. Он увидел свою кошку и почувствовал ревность из-за того, насколько по-разному сложилась их жизнь. Он начал думать о том, как бы ему сделать домашнее задание, и вдруг ему в голову пришла одна идея – преврати свою ручку в девочку, которая смогла бы выполнять его домашнее задание. Ло вспомнил, как учитель в прошлом подшучивал над ним, и как он никогда не был хорошим учеником, но теперь все может измениться. Он вспомнил, что ручка, которую он собирался трансформировать, была подарена ему кем-то особенным, поэтому он снял бинты и использовал свою силу для трансформации. Его ручка превратилась в девочку. Появилась девочка с ручкой, и Ло почувствовал, что наконец-то он сможет выполнить свою домашнюю работу. Девочка назвала Ло странным именем, но он не возражал против этого. Затем она спросила его, как ее зовут, и Ло почувствовал себя хорошо, потому что это был первый раз, когда кто-то заинтересовался этим именем. Тогда Ло назвал ее Лэйми, но девочка не была счастлива, так как поняла, что это просто название марки ручки и неоригинальное. Затем она спросила его, почему он превратил ее в человека. После этого Ло рассказал ей о своей проблеме и потребовал помощи с домашним заданием. Лами внимательно выслушал его просьбу, но она отказалась. Затем Ло настойчиво пытался убедить ее, и в конце концов она согласилась, но только при одном условии. Ло неловко спросил ее, в чем заключается эта просьба, и Лэйми понятия не имел об этом. Она сказала ему, что прямо сейчас у нее на уме ничего нет, но она скажет ему об этом, когда придет время. Лэйми согласился, но она сказала ему, что будет учить его только делать домашнее задание. И это было совсем не то, что Ло хотел бы услышать. Он напомнил ей, что она его ручка и должна подчиняться всему, что он говорит. Ей придется выполнить всю свою домашнюю работу. Лэйми внезапно вызвала линейку, и она легонько ударила ею Ло, напоминая ему, что теперь она его учительница, и если он не будет слушаться ее, все будет хорошо. У него все может пойти не так, как надо, и сейчас ему придется делать домашнее задание. Нервничающий Ло согласился с тем, что она сказала. Затем они сели за стол и начали решать задачи, и через некоторое время Ло выполнил большую часть своей домашней работы и поблагодарил Лэйми за это. Затем Лэйми встал и лег спать, чтобы сдать экзамен, в то время как Ло все еще должен был выполнить домашнее задание по биологии, которая была его любимым предметом. Лю начал решать задачи, но у него ничего не получалось. Ему вдруг стало трудно выполнять домашнее задание, и он понял, что ему все еще нужна помощь. Он поднялся наверх, чтобы разбудить Лэйми, и попросил ее помочь с домашним заданием. Она спросила его о том, что биология является его любимым предметом и как он борется с трудностями. Ло понятия не имел, почему это происходит. И вдруг Лами перевернул Ло на кровать, и когда Ло спросил ее, что она делает, она сказала ему, что преподает ему биологию, и Ло внезапно упал в спид. Чуть позже Ло проснулся. Он обнаружил, что лежит на кровати, но Лэйми там не было. И тут он вдруг вспомнил, что ему нужно сделать домашнее задание. Но когда он пошел делать домашнее задание, то увидел, что его домашнее задание было выполнено Лэйми, и она оставила для него записку, в которой говорилось, что это единственный раз, когда она ему помогает. Ло прибыл в очень важное место и очень нервничал, когда входил туда. Когда он все-таки вошел, ему сообщили, что его летняя работа спасателем в плавательном бассейне отменена, но что для него была устроена новая работа уборщика. Ло ненавидел это занятие, потому что единственная причина, по которой он хотел стать спасателем, заключалась в том, чтобы стать красивым и мужественным. А в том, чтобы быть уборщиком, нет никакого удовольствия. Тем не менее, все равно пошел на свою работу, и там он встретился с человеком по имени Чан, который приветствовал его на новой работе и подарили ему униформу. Ло был счастлив видеть, с какой поддержкой отнесся к нему дядя. Он переоделся в свою униформу и начал приводить себя в порядок. Он занимался уборкой, когда вдруг заметил, что дерутся два человека. Ло тайком начал наблюдать за ними, чтобы выяснить, в чем дело. Он увидел Джун Юнь с парнем, которого никогда раньше не видел, но этот парень, казалось, принуждал ее к чему-то. Девушка продолжала твердить, что они расстались и что он должен оставить ее в покое. Видя, как она сопротивляется, Ло вмешался и помешал парню ударить Джун Юня. Он сказал ей, чтобы она этого не делала. Парень разозлился и сказал ему не вмешиваться в их личные дела, но Ло напомнил ему, что они находятся в том месте, где Ло проводит свои исследования. И если парень не будет вмешиваться в их личные дела, если бы парень не ушел, ему пришлось бы позвать других людей, чтобы они вышвырнули его вон. Парню не понравилось предупреждение Ло, но когда Ло начал преследовать его, он убежал. После того, как парень ушел, Ло повернулся к девушке и спросил, все ли с ней в порядке. Джан Юнь спросил его, что случилось с его униформой и что он здесь делает. Ло сказал ей, что в этом нет ничего особенного, так как он просто подрабатывал там летом. Внезапно начался дождь, и они оба бросились к машине Ло. Сидя в машине, Джан Юнь сказала Ло, что прямо сейчас она не может вернуться к себе домой, так как ее будут ругать. Поэтому она спросила Ло, может ли она высушить свою одежду в доме Ло. Когда они оба добрались до дома, все еще шел сильный дождь. Ло попросил ее устроиться поудобнее, так как это было похоже на ее собственный дом. А еще он извинился за то, что там был беспорядок. Джан не заботился о беспорядке, так как это был ее первый раз, когда она была в доме Ло, и она была счастлива, что Ло предоставил ей укрытие от дождя. Которое было действительно, для нее этого более чем достаточно. Ло попросил ее сесть поудобнее, а сам принес ей чашку теплой воды. Джан сел рядом и начал играть с кошкой, которая принадлежала Ло. Она сказала ему, что не знала, что у Ло есть кошка, и что он относится к тому типу людей, которые любят кошек. Ло сказал ей, что ему должно быть захотелось завести кошку, и все это произошло очень быстро. Ло принес ей сухую одежду и попросил принять душ и переодеться, потому что в противном случае она заболеет. Джан еще раз поблагодарил Ло, разделся и направился прямо в ванную комнату. Именно в этот момент Ло понял, что совершил большую ошибку, приведя ее домой. А потом у него внезапно заболел живот, и он понял, что проголодался и должен приготовить еду для них обоих. Джан вернулась из ванной после того, как переоделась, и когда Ло увидел ее, он почувствовал себя застенчивым, увидев ее красоту. Он сказал ей, что приготовил лапшу для них обоих и что она хотела бы ее съесть. Джан сказал да, и после этого они оба сели за стол, чтобы съесть лапшу. Во время поедания лапши Джан кое-что заметил. Это была та самая лапша, которую она подарила Ло давным-давно, и она была счастлива, что Ло все еще пользуется ею. Нервничая, Ло сказал ей, что у подаренного ей Пенни очень хороший захват, именно поэтому он до сих пор ею пользуется. Джан заметила повязку на руке Ло, поэтому она спросила его, что с ним случилось. Ло не мог сказать ей правду, поэтому он солгал и сказал, что у него кожная аллергия. После того, как они закончили есть, Джан поднялся и начал чистить рыбу. Ло попытался остановить ее, потому что он не мог позволить своим гостям убирать в своем доме, но Джан сказала ему, что все в порядке. Внезапно рука Ло намокла, и он начал снимать бинты. В то же самое время из-за кошки Джан упала, и Ло тут же бросился ее спасать. По чистой случайности он превратил ее в девочку. Ло, Джан и только что вызванная девушка сели за стол для обсуждения. Прежде чем Джан заговорил, наступило некоторое молчание. Она попросила Ло дать объяснение тому, что произошло. Она понятия не имела, откуда взялась эта маленькая девочка, и хотела знать правду. Ло очень нервничала из-за того, что ей нужно было что-то рассказывать. Он согласился рассказать ей правду, но попросил ее пообещать, что она не поверит в то, что он бредит. Ло объяснил ей, что маленькая девочка – это ее одежда, и именно поэтому она выглядит точь-в-точь, как они. Подумал Джан, как это вообще возможно? А еще Ло сказал ей, что у него появилась новая сверхспособность. Слово «сверхдержава» звенело у нее в голове, так как в реальности для нее это было невозможно. Она напомнила Ло, что он живет не в каком-то комиксе, а в реальном мире, так что это невозможно. Ло попытался объяснить ей, что у него есть особая сверхспособность, которая превращает предметы в девочек. Способность превращать девочку в предмет была неловкой даже для Джан, и она не могла поверить. Что такая вещь может существовать? Тогда Ло потребовал от нее помощи, которая заключалась в том, чтобы держать свою силу в секрете. Джан была удивлена его просьбой, потому что, по ее мнению, Ло был не из тех парней, которые не хотели бы похвастаться, особенно если у него есть сверхспособности. Но в любом случае, она согласилась сохранить это в секрете, а затем спросила его, что он собирается делать с маленькой девушкой, которую вызвали, и как он будет заботиться о ней. Лю сказал ей, что беспокоится ни о чем, так как в свое время девочка снова преобразится. Затем Джан захотелось спросить Лю еще о чем-то, но она остановила себя, потому что чувствовала себя неловко. Затем она небрежно спросила его, который час, и Ло сказал ей, что уже почти полночь, что вывела ее из себя, потому что ее родители были строгими и не спускали с нее глаз. Тогда Ло предложил ей провести ночь в его доме, так как он был бы не прочь составить ей компанию. Идея была хорошей, но Джан не могла согласиться на это из-за своих родителей, поэтому Ло спросил ее, что они должны сделать и каков был бы наилучший возможный вариант. Джан сказала ему, что она могла бы провести с ним ночь, но она хотела сказать ему кое-что более важное. И вдруг она во всем призналась Ло и попросила его стать ее бойфрендом. Эта просьба была совершенно неожиданной для Ло, так как он никак не ожидал подобного от Джана. Но в то же время он подумал об этом про себя. Может ли быть так, что он становится популярным среди девочек, или же он всегда был таким, но не смог реализовать свой потенциал? Ло отказался тратить много времени на раздумья, так как прямо перед ним стояла проблема. Ло спросил ее, почему она вдруг захотела, чтобы он стал ее парнем, и есть ли для этого какая-то конкретная причина. Джан объяснил, что не возникнет никаких проблем, если она проведет ночь со своим парнем. Да и ее родители не будут возражать против этого. Ее идея состояла в том, чтобы сделать Ло своим щитом от родителей, и таким образом она могла бы обзавестись новым типом парня, так что в основном это было бы как фальшивый бойфренд. Слово «фальшивый бойфренд» заставило Ло немного расслабиться, и он согласился помочь ей в ее маленькой лжи. Но затем она сказала ему, что он хотел бы, чтобы Ло тоже притворялся ее бойфрендом в течение дня, чтобы все перестали к ней приставать. Ло тоже нервно спросил ее, как прошел этот день, так как он смог увидеть ее только в этот раз. Она напомнила ему, какой трудный человек ее бывший бойфренд, и она верит, что он тоже будет беспокоить ее снова, поэтому ей нужен кто-то, кто мог бы защитить ее от подобной ситуации. Ло не смог отказать ей в просьбе и согласился стать ее бойфрендом. После того, как их решение было окончательным, Джан спросил Ло, определился ли он с именем для девочки, и Ло сказал ей, что подумывает назвать ее Ии. Имя Ии показалось Джан скучным, и она поверила, что единственная причина, по которой он назвал ее так, заключалась в том, что она была всего лишь куском ткани. Ло признался ей, что он не специалист в том, чтобы давать имена девочкам, и Джан пришел к выводу, что Ло должно быть назвал всех вызванных девочек все в той же скучной манере, что и было правдой, и Ло это знал. Затем Ло напомнил ей, что уже поздно, и им обоим пора ложиться спать. На следующее утро Джан уже был готов к отъезду, и Ло спросил ее, не следует ли ему пойти с ней. Но Джан сказала ему, что он может пойти один. Затем она наклонилась вперед и спросила Ло, преобразился ли Ии обратно. Ло был совершенно шокирован, услышав ее вопрос. Он сказал ей, что да, она снова превратилась в кусок ткани. И выслушав это, Джан ушла, заявив, что хочет снова встретиться с Ии, и Ло пообещал ей, что поможет ей в этом. Когда Ло смотрел, как Джан уходит, его разум все еще задавался вопросом, как она помнит, почему Ии, если девушка вернулась в свое первоначальное состояние. Единственным человеком, который мог помнить девочек, была его мать, но она была связана с ним кровным родством. Но это не тот случай, когда девочка вернулась в свое первоначальное состояние. Йонг, и все же она помнит эту девочку. Вся эта ситуация заставила Ло переосмыслить ситуацию, так как он хотел узнать правду и найти еще одно важное правило своей сверхдержавы. Ло беззаботно спал, как вдруг кто-то начал стучать в его дверь. Будучи в хорошем настроении, Ник Ло пошел открывать дверь, увидел там маленькую девочку и спросил ее, в чем дело. Девочка сказала ему, что пригласила своих друзей поиграть в видеоигры, но у нее не работает телевизор, поэтому она задается вопросом. Не могла бы Ло одолжи ей свой телевизор на один день, а потом она вернет его ему. Ло сказал ей, что у него нет никаких проблем с тем, чтобы помочь ей, но проблема в том, что у него нет телевизора. Девочка сразу же впала в шок, потому что не могла поверить, что на свете все еще есть люди, у которых нет телевизора. Разочарованная девочка ушла, и Ло снова закрыл за собой дверь. Он был очень зол, потому что не мог придумать ни одной причины, по которой ему следовало бы обзавестись телевизором, ведь у него уже есть монитор. Он уже собирался ложиться спать, как вдруг кто-то снова начал стучать в дверь. Рассерженный, Ло снова открыл ее и увидел мальчика-посыльного, который доставил ему посылку. Когда Ло открыл ее, он увидел в письме от своей мамы старый телевизор. Ло понял, что его мама прислала ему свой старый телевизор. Когда он попытался включить его, телевизор перестал работать должным образом. Ло понял, что мама хочет, чтобы он починил телевизор, и именно это ему и следует сделать, потому что только так он может пользоваться телевизором. У него в голове возникла идея, поэтому он использовал свою сверхспособность и превратил телевизор в девочку, и вдруг девочка вызвали по вызову. Она сразу же узнала своего хозяина, и Ло был рад этому. Он заметил, что у нее плохое самочувствие, и это могло быть причиной того, что она не функционировала должным образом. Ло подумал про себя, что некоторые предметы живут сотни лет, а некоторые всего несколько. Осознание этого изменило его точку зрения, и он пообещал девушке с телевидения, что будет любить ее, несмотря ни на что, и девочка была счастлива, что кто-то заботится о ней. Ло спросил ее, знает ли она, на что похож внешний мир, и она понятия не имела, потому что видела мир только через эти сигналы. Затем Ло сказал ей, что может вывести ее на улицу, если она того пожелает, и девочка согласилась. Она была очень взволнована этим и спросила, могут ли они выйти на улицу сегодня и прямо сейчас. И Ло удивленно отреагировал на ее слова, потому что не думал, что она потребует выйти на улицу прямо сейчас. Ло не мог отказать ей в ее просьбе, поэтому он сказал ей, что у него ничего не запланировано, и они могут выйти на улицу. Этой информации было достаточно для девушки с телевидения, чтобы схватить Ло за руку и вывести его на улицу. Девушка с телевидения была очень счастлива увидеть внешний мир своими собственными глазами и смогла узнавать места по своим воспоминаниям. Ей удалось опознать ресторан в отеле, который она ошибочно приняла за место, куда пары ходят на свидание. Тогда Ло сказал ей, чтобы она говорила потише и чтобы она не говорила подобных вещей на публике. Ло знал, что девочка была чрезмерно взволнована возможностью увидеть внешний мир. Затем он повел ее в ближайший торговый центр, и там девочка увидела платье, которое привлекло ее внимание. Ло увидел, что ей понравилось это платье, и спросил, не хочет ли она его примерить. Когда девочка примерила его, она выглядела очень красиво, и Ло решил купить ей это платье в подарок. Девочка была счастлива после того, как ей подарили платье, и ей очень нравилось проводить время с Ло. Затем к ним обоим подошла девушка, которая внезапно предложила им поучаствовать в конкурсе косплея. Девочка разбиралась в косплее, но Ло заставил ее попробовать это сделать, так как для нее это был бы отличный опыт. После этого девочка согласилась и начала тестировать различные виды платьев, и Ло был рад видеть, что она с удовольствием проводит время. Затем девушка-косплеер спросила Ло, не хочет ли он сфотографироваться с парой, и эта фотография будет отправлена ему на электронную почту. Ло согласился, и они вместе сфотографировались на память. Позже телевизионщица рассказала Ло, как ей понравилось проводить время с Ло, она очень счастлива и ни о чем не жалеет. Сказав это, она словно растворилась в воздухе. Позже Ло сел за стол в одиночестве. Он задался вопросом о девушке с телевидения, потому что ее оригинальная одежда тоже исчезла. Он не мог перестать думать о ней и о словах, которые она произнесла перед тем, как раствориться в воздухе. Ее слова оказали огромное влияние на сознание Ло, и ему нужно было что-то предпринять, чтобы отвлечь его внимание. На следующий день Ло повел Ники в торговый центр, и когда она спросила, почему они оба вдруг оказались там, он сказал ей, что хочет купить кое-какую одежду для ее. Ники сказала ей, что ей уже понравилась ее одежда, потому что ее брат купил ее специально для нее. Ло чувствовала себя неловко из-за этого, потому что это была всего лишь обложка для телефона. Ло сказал ей, что одежда, которую она носит, без сомнения, симпатичная, но скучная, так что ей следует купить для нее что-нибудь новое. Когда Ники увидела эту одежду, ее реакция была благоприятной для Ло. Она была счастлива увидеть много одежды, но ей было трудно выбрать что-то для себя, поэтому она обратилась за помощью к Ло. Ло, будучи хорошим старшим братом, начал сортировать одежду для нее. Ники начинал нервничать, видя, что Ло слишком взволнован выбором одежды. В конце концов, она примерила какую-то пару одежды, но когда она вышла из примерочной, Ло был потрясен, увидев ее окровавленный вид. Он сразу же сказал ей вернуться в дом и подождать, пока он не принесет ей пару штанов, потому что он не хотел, чтобы другие видели ее в таком состоянии. В ту ночь Ло работал за своим компьютером, когда внезапно почувствовал голод, но самым худшим чувством было осознание того, что у него нет никаких еду дома, потому что он уже съел всю лапшу целиком. Его чувство голода становилось все сильнее, поэтому Ло решил пойти и купить немного еды на рынке. Было около 11 вечера, когда он ушел от мамы, но вскоре он заметил, что у него отсутствует повязка на руке, но в тот день он уже преобразил Ники. Так что он будет в безопасности, как только вернется домой еще до полуночи. Затем Ло купил себе несколько чашек лапши, но мысль о том, что есть лапшу, доставляла ему очень много хлопот, но потом он заметил неподалеку магазин, где продаются стейки и рис. И ему в голову пришла одна идея. Он проверил время и пришел к выводу, что у него есть достаточно времени, чтобы съесть здешнюю еду и вернуться домой, что он и сделал. Ему очень понравился ужин, и он направился обратно домой пешком. Когда он заглянул в свой телефон, то увидел, что время поджимает, поэтому Ло начал быстро шагать. Но затем он увидел парочку, которая наслаждалась собой и флиртовала на открытой публике. Ло подумал про себя о том, насколько безответственно ведут себя супружеские пары, занимаясь подобными вещами на публике. Внезапно он потерял равновесие и чуть не упал, но в конце концов ему удалось спастись, но его ждала еще большая трагедия. Он ухватился за опору стены, чтобы не упасть, а время было полночь. Сила сделала свое дело, и Ло случайно превратил все здание в девочку. Вся конструкция исчезла, так как все никак не могли понять, что произошло. Ло провалился в гигантскую дыру и оказался рядом с девушкой, которая выглядела очень невинно. Вся территория была оцеплена полицией, и начались допросы. Полиция допрашивала всех подряд. Когда подошла очередь Ло, он сказал полицейским, что просто проходил мимо места происшествия, когда все это произошло. И когда полиция повернулась к девушке, работавшей в здании, чтобы допросить ее, она неуважительно отвернулась. Ло справился с ситуацией, упомянув полицейскому, что эта девушка его сестра, и она находится в сильном шоке после того, как стала свидетельницей такого странного события. Полицейскому разрешили отпустить их после проверки удостоверения личности Ло. Затем Ло спрятался вместе с девушкой из здания, и она ничем не интересовалась, но сказала Ло, что знает ее с тех пор, как он остановил двух угонщиков автомобилей. Память Ло освежилась, и он тоже хорошо запомнил эту сцену. Ло рассказал ей о своей сверхспособности превращать предметы в девочек, и о том, что она тоже была продуктом его сверхспособности. Ло винил себя в том, что стал причиной такой ситуации, и девочка согласилась с ним и высмеяла его за то, что он был таким безрассудным. Ло заметил, что на этот раз у девочки очень недружелюбный характер. А потом он увидел, как собирается большая толпа, и супружеская пара, которую он видел ранее, рассказывала всем, что загорелся свет, здание исчезло, и все это сделали инопланетяне. Это было большой проблемой для Ло, потому что толпа помешала бы ему вернуть все в нормальное русло, и ему нужно было «помогите». Ло повернулся к работающей на стройке девушки и попросил ее помочь ему, а она спросила его, почему она должна ему помогать. Ло попытался дать ей понять, что она не может долго находиться на открытом месте, так как это вызовет еще больше проблем. Девочка в конце концов согласилась, и они оба задумали разыграть спектакль. Девочка-строительница вышла перед толпой и сказала всем, что она всего лишь космический корабль, парящий в воздухе. И Ло последовали ее примеру, и вместе они одурачили всю толпу, заставив ее гоняться за чем-то несуществующим. Пока толпа расходилась, она снова превратилась в здание, и никто этого не заметил. Однажды Ло был на корабельном причале и ждал Джан, потому что она сказала ему, что выиграла приз в виде роскошных билетов на круизный лайнер и хочет пойти куда-нибудь с Ло. Чтобы они могли, оба получают удовольствие от жизни. Ло с нетерпением ждал ее там в одиночестве, и вдруг кто-то прикрыл ему глаза ладонью, и это был не кто иной, как Джун, который наконец добрался туда. Она удивила его, а потом они оба поднялись на борт корабля. Корабль был огромен, и Джун был удивлен его огромными размерами. В то же время Ло заметил, что там собралась огромная толпа людей. Он слышал аргументы в пользу того, что капитан судна никому не разрешает подниматься на борт до завтрашнего дня из-за каких-то проблем. Ло тоже узнал об этом факте и был разочарован Сяном, потому что они оба понятия не имели, что делать в это время. Джан сразу же отправилась в магазин за кое-какими вещами для себя, а Лю следовала за ней по пятам. Через некоторое время они оба наконец смогли войти на корабль, и Джан сразу же лег на кровать из-за своей усталости. В комнате была только одна кровать, и это обеспокоило Ло, поэтому он спросил Джана, где он теперь будет спать, и девочка предложила позволить ей поспать на кровати. Ло сразу же отказался от этой идеи, заявив, что он не может спать с ней, потому что ему нравится другая девушка. Для Джун это стало настоящим шоком, и она сразу же спросила его об этой девушке, которая ему нравится. Ло не решался ей что-либо сказать, поэтому она предположила, что это должно быть одно из его превращений, и Ло не сумел скрыть свою ложь. Он сказал ей, что ему нравится его смартфон, и Джан потребовал встретиться с этой девушкой. Ло знал, что ему не удастся победить Джана в споре, поэтому он вызвал Ники, чтобы показать ей это. Джан сразу же подружился с Ники, как только вызвал ее, и сказал ей, что она может позвонить своей сестре, и они будут спать вместе на одной кровати. Ники не могла до конца разобраться в ситуации, но ей все же удалось задать Джан правильный вопрос. Она спросила, а где будет спать старший брат. Джан в шутку ответил ей, что они могли бы справиться с ним посередине, и это было бы прекрасно для него. Ло представлял себя в центре внимания девочек, но ему не хотелось, чтобы это произошло, поэтому он отказался от предложения Джана. Ники кое-что заметила и спросила Ло, где они находятся, потому что, по ее словам, это не комната Ло, и они должны быть где-то в другом месте. Ло развеял ее сомнения, сказав, что они действительно были не в его комнате, а на корабле, потому что Джан выиграл билеты в конкурсе. Джан сказал Ники, что они находятся посреди моря, но Ники понятия не имела, что такое море. Джан предложил ей пойти и посмотреть на море поближе, но Ло напомнил им, что они должны лечь спать пораньше и наблюдать за морем утром, потому что тогда оно будет будьте хорошо заметны. Они оба проигнорировали предложение Ло и вышли на улицу посмотреть на море. Ники в первый раз увидела море своими глазами, и она была очень счастлива, а Ло был очень рад за нее. Затем она попросила Ло привезти ее на пляж и в будущем тоже. Ло согласилась. Ники сказала ему, что она собиралась посмотреть сбоку, но вдруг столкнулась с двумя мужчинами, которые начали дразнить ее за ее симпатичную внешность. Тогда Джан вмешался и предупредил их обоих. Но они не послушались и начали дразнить и Ники, и Джана, а когда Ло попытался остановить их от этого, они бросили его с ног на голову. Ло чувствовал себя беспомощным, но у него была своя сила, и он взял свою игрушку-корабль, которую купил ранее, и использовал свой власть. Сила Ло снова сработала, и он призвал девочку. Для Ло это было небольшим шоком, так как в тот день он уже вызывал Ники, так что смог призвать еще одну девочку. Парни, которые дразнили девочек, тоже увидели девушку-морячку, появившуюся из ниоткуда, и они практически нашли свою новую цель. Они назвали девушку-морячку Милой и начали дразнить ее. Девочка-морячка по-прежнему была спокойной и собранной, и ей было наплевать на комментарии в свой адрес. Но она все же спросила Ло, не хочет ли он преподать этим парням урок за то, что они плохо отзывались о нем. Именно тогда Ло понял, что в его руки попало нечто особенное, и дал на это разрешение. Как только она получила это разрешение, девушка-морячка тут же избила обоих парней до полусмерти. Внезапно туда прибыли смотрители корабля, услышав шум в Ло, и вся группа выбежала из своей задней комнаты в комнату. Добравшись до комнаты, Ники и Джан сразу же уснули, в то время как Ло сел, погруженный в свои мысли, а девочка-морячка продолжала пристально смотреть на нее. Он спокойно попросил ее не пялиться на него таким образом, потому что это очень неловко. Затем она мягко попросила у Ло каких-нибудь указаний, но у Ло их не было, и вся эта ситуация была для него очень неловкой. На следующее утро Ло проснулся и обнаружил игрушечный кораблик на месте девочки-моряка, что указывало на то, что она снова преобразилась, а это означало, что Ники тоже преобразилась. И когда он посмотрел на кровати, он увидел свой смартфон и спящего Джана. Он посмотрел на то, как она спит, и подумал, какая у нее красивая фигура. Внезапно она проснулась, и Лю сказала «Доброе утро». Он слишком нервничал, чтобы даже заговорить с ней, поэтому убежал, чтобы привести себя в порядок. Позже, тем же утром, когда они оба завтракали, появилось объявление о том, что корабль скоро прибудет в Японию. Так что им всем нужно было подготовиться к этому заранее. Ло понятия не имел, что корабль направляется в Японию, потому что он не потрудился проверить билеты. Джан сказал ему, что они недолго пробудут в Японии, но тем не менее Ло был взволнован, потому что он сможет купить там все свои любимые фигурки героев. На его лице было явное выражение счастья, и Джан подумал, что он сошел с ума. Позже она попросила Ло позвать Ники, потому что она его девушка, и сейчас самое подходящее время для того, чтобы провести время вместе. Ло так и сделал, и вызвал Ники, но сразу после того, как вызвал ее, Джан и Ники начали осматривать все места в круизе, и Ло просто последовал за ними. Их самих. Позже, когда они ужинали, они увидели группу людей, дерущихся друг с другом в обеденном зале. Ло и Джан наконец-то прибыли в Японию. Они оба сели на поезд, чтобы исследовать Японию, и Ло был очень счастлив, потому что его мечта посетить Японию наконец-то сбылась. Они оба побывали во многих местах, в том числе и в памятниках архитектуры. Наконец, после утомительного рабочего дня они добрались до отеля, и это был номер, оформленный в японском стиле, что еще больше усилило волнение Ло. Он увидел, что комната была точно такой же, как та, которую он видел в аниме, и не мог удержаться от того, чтобы не уставиться на нее. Затем Ло заметил, что в комнате только одна кровать, и он начал представлять себя спящим ссяном, который был осведомлен о его странном поведении. Затем Джан рассказал ему о горячих источниках в отеле и о том, почему они должны их посетить. Ло был готов к этому, так как ему действительно хотелось проводить больше времени наедине с Джаном. Его план рухнул, когда Джан потребовала позвать Ники, потому что она хотела, чтобы кто-нибудь сопровождал ее к женскому горячему источнику. Амбиции Ло оказались напрасными, и ему пришлось выполнить ее просьбы. Позже группа отправилась на горячие источники, и Ники Джун получила огромное удовольствие. Джун спросил Ники, получает ли она от этого удовольствие. Ники сказала ей, что ей это очень нравится, но вода немного более горячая, чем обычно. Этот опыт был для нее чем-то новым. Они оба расслаблялись и наслаждались собой, как вдруг Ники заметила грудь Джан и спросила ее, можно ли к ней прикоснуться. Этот вопрос был неожиданным для девушки, обратившейся к смартфону, и это потрясло Джан. Она спросила, почему Ники захотела поступить именно так, и Ники объяснила ей причину того, что у нее очень маленькая грудь по сравнению с ее собственной. Поэтому она хотела бы почувствовать что-то подобное. Джану было очень неловко за себя. Но в глубине души она не хотела подводить Ники, поэтому даже если бы ей это было неприятно, Джан согласилась позволить Ники хоть раз прикоснуться к ее груди. Она позволила это сделать, и Ники продолжила. Когда Ники прикоснулась к ее груди, Джан тут же как-то странно закричала. После этого странного события Джан сказала Ники, что им лучше уйти прямо сейчас, потому что уже поздно. В то же время Ло был один в мужской части горячего источника, и ему очень хотелось побыть с девушкой, но его желание так и осталось неисполненным. После того, как Ло и Джан завершили свою поездку в Японию, они сели в самолет, чтобы вернуться обратно. Ло очень нервничала и была напугана, но Джан спросил ее, почему ему так страшно сейчас, когда именно он попросил Джана купить билеты на самолет для их возвращения. Ло крепко жимала руку Джана, чтобы унять его страх, и она действительно изо всех сил старалась успокоить его. Затем Джан посоветовала ему поспать, и как только они приземлятся, она разбудит его. Ло просчитал свое решение и согласился, что спать будет намного лучше, но он сказал Джан, что все равно будет держать ее за руку и не будет рисковать. После этого Ло уснул, а когда он проснулся в следующий раз, его мир перевернулся с ног на голову, когда Джан сказал ему, что у самолета возникли какие-то проблемы и в атмосфере воцарилась паника. Испуганный и стревоженный, Ло задавался вопросом, не умрет ли он вот так же вместе со всеми остальными пассажирами, но он просто не хотел умирать. И теперь у него был только один способ спасти себя и Джана, он немедленно снял повязку и прикоснулся к плану превращения ее в девочку. Девочка была вызвана, но именно тогда Лю понял, что снова все испортил, потому что в тот момент, когда самолет трансформировался. Все, включая он и Джан, упали с него и уже ждали своей смерти, как вдруг Ло проснулся. Он проснулся с криком, и все уставились на его странное поведение. Ло понял, что все это было всего лишь сном, и чтобы исправить ситуацию, он сказал всем, что ему просто приснился кошмарный сон. Это было очень неловко для Ло, но гораздо лучше, чем погибнуть в авиакатастрофе. Самолет приземлился, и они вернулись в свой родной город. Посреди ночи Ло поблагодарил Джан за то, что она осуществила его мечту, и сказал, что никогда в жизни не забудет ее доброту. Джан была очень рада за него. И Ло спросил ее, как бы она хотела вернуться домой, и не нужна ли ей в этом его помощь. Джан понравилась его забота, но она сказала ему, что ее отец уже в пути, чтобы забрать ее, и она с легкостью вернется. Наконец-то остановилась машина, и мужчина, сидевший за рулем, смирил Ло убийственным взглядом, но не сказал ни слова. Джан попрощалась с Ло и уехала вместе со своим отцом, и все выглядело так, словно отец действительно ненавидел Ло. Ло не мог понять этого неловкого обмена репликами, но он забыл об этом и вернулся к себе домой. Он очень беспокоился за Миме, а вернувшись увидел, что в его комнате большой беспорядок, а Миме нигде нет, и именно тогда его беспокойство резко возросло. Ло спал, когда внезапно зазвонил его телефон, и он поднял трубку в своем обычном плохом настроении. Джан напомнила ему, что в 9 утра все в порядке, и он не должен спать так поздно, а затем он сказал ему, что она купила подарок для него во время их поездки в Японию, но забыла, чтобы отдать это ему. Так вот, теперь она разделила его на части, и курьер прибудет сегодня же. Ло понятия не имело подарки, но вдруг у него зазвонил колокольчик, и он бросился забирать посылку. Как ни странно, Ло открыл ее и увидел подарок. Подарком была фигурка горничной из аниме, и это был идеальный подарок для него. Его глаза увлажнились от счастья при виде такого хорошего подарка, и он не мог в достаточной мере отблагодарить жена за заботу о нем. Ему не терпелось рассмотреть игрушку, поэтому он вытащил ее, но внезапно загорелся свет, и игрушка превратилась в настоящую горничную. Ло не мог поверить, как это произошло, потому что его рука была закрыта, но когда он внимательно посмотрел, то увидел небольшую щель в бинтах. И это привело к преображению игрушки. Девушка горничная была очень умна, и она сразу же признала в нем своего хозяина. Когда Ло услышал эти слова из ее уст, он пролил еще больше слез счастья, потому что это была мечта всей его жизни, чтобы горничная называла его хозяином. Следующее, что Ло нужно было сделать, это выбрать имя, и на этот раз он не стал прилагать к этому особых усилий, и просто назвал его Сукхейм. Потому что таково было первоначальное название игрушки. Сукхайм сказала Ло, что у нее нет никаких проблем, если Ло захочет дать ей какое-нибудь имя, потому что он ее хозяин, и она сделает все, чтобы удовлетворить его. Но Ло вполне устраивала существующее имя, потому что его навыки именования были не так уж хороши. После этого Сукхайм сразу же встал и спросил Ло, не хочет ли он, чтобы она занималась чем-нибудь вроде домашней работы, потому что она готова служить ему и повиноваться ему. Ло до сих пор понятия не имел, что девочка, которую он преобразил, способна на такое. Сукхайм был очень взволнован, и она сказала ему, что собирается достать инструменты и приступить к работе. Ло так ничего и не сказал, потому что понятия не имел, как ему следует реагировать. Вызов девушки горничной был для него неожиданностью. Сукхайм быстро прибрался во всей квартире Ло, и она выглядела лучше, чем когда-либо. Ло не мог поверить своим глазам, что кто-то может прибраться в его грязной комнате. Он поблагодарил Сукхайм за ее старания, и он уже представлял себе, как ему следует почаще вызывать Сукхайм, чтобы она помогала ему по хозяйству. Но почему он должен останавливаться на достигнутом, когда он может призвать еще больше аниме девочек и создать свою собственную личную группу опекунов, состоящую из девочек. И он будет наслаждаться своей жизнью как король. Сукхайм наблюдала за своим хозяином в радостном настроении, и она была рада этому. Затем она спросила Ло, не нужно ли ей еще что-нибудь сделать, и желудок Ло издал голодные звуки. Что было идеальным индикатором для Сукхайма относительно того, что ей следует делать дальше. Она решила, что сама накормит Ло, но Ло спросил ее, умеет ли она вообще готовить. Сукхайм развеял его сомнения, сказав, что идеальная горничная должна уметь готовить, в противном случае она никуда не годится. Она попросила Ло подождать, пока она приготовит что-нибудь поесть. Сукхайм ушел на кухню, но она быстро вернулась, потому что возникла какая-то проблема. Она объяснила Ло, что кроме лапши, здесь нечего не готовить, не есть. Ло понял, насколько он беспечен. У арта Сукхайма было идеальное решение, и она сказала Ло, что легко может пойти и купить продукты на рынке. Но Ло остановил ее и попросил приготовить лапшу, вместо этого используйте яйца с моста. Сукхайм отнеслась к этому скептически, потому что лапша была вредной для здоровья, но Ло сказал ей, что все в порядке. Потому что он очень голоден и в следующий раз купит полезные продукты. У Сукхайма не было с этим никаких проблем, и она вернулась к приготовлению пищи. Ло терпеливо ждал, пока она приготовит еду, и вдруг он услышал громкий крик и бросился посмотреть, что случилось. Он увидел, как Сукхайм лежит на земле от боли, потому что она случайно обожгла себе палец. Ло немедленно оказал ей помощь, приложив к пальцу холодную воду. Когда Ло помогал ей, она почувствовала себя немного неловко, потому что служанка должна заботиться о своем хозяине. Но здесь роли поменялись местами. Она поблагодарила его за приложенные усилия. И Ло сказал ей, что хочет отплатить ей тем же за ее доброту и за то, как она готовит для него обед. И именно так выигрывает первая часть фильма этот мужчина.